Ну а у здания Чиканского суда во время того, как здесь рассматривали запрос выдать ордер на арест Александра Стояногла, сегодня было шумно, причем с самого утра. Там протестовали в его поддержку. Манифестанты скандировали лозунги и требовали немедленно освободить отстраненного от должности генпрокурора. Без контр-манифестации дело не обошлось. Несколько человек выступили за заключение Стояногла под стражу по требованию прокурора. Протестующие выразили возмущение тем, как задержали и отстранили от должности Александра Стояногла. Среди присутствующих были замечены некоторые политики. Они закрыли рот Стояногла, но на этом не закончится. Стояногла выйдет и продолжит общаться с гражданами, представлять данные и продолжать свою деятельность генерального прокурора. Он доведет ситуацию до логического завершения согласно Конституции и законам Республики Молдова. Зачем пришли на этот протест? Поддержать нашего генерального прокурора Александра Стояногла. Я считаю, что это неправильно сделано то, что было сделано. Что именно? Арест его. Поддержать именно Александра Дмитриевича Стояногла, в той несправедливости, которая творится у нас в государстве, поддержать его семью. Рассматривается вопрос о предварительном аресте на 30 суток. Без каких-либо обвинений. Просто так. По беспределу это делается. Вот что делает наша судебная власть. Не обошлось без инцидентов. Перед зданием суда появились и недовольные происходящим здесь граждане. Страсти накалились. Начались словесные перепалки. Все провокации! 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 Ты скажи, сколько запроплатили тебе! Я укрепляю комедия еще. Для чего? Да в щене с твоей ноги. Тут и вот скажут бандитцы. С этой, не бандитцы. С сцену на пиалту. Ближе к обеду некоторые протестующие ушли. Другие же остались ждать решения судей. Между тем, глава государства сегодня написала в своем фейсбуке, что дело против Александра Стояногла представляет большой интерес для всего общества. И прокуратура, по ее словам, должна информировать обо всех мерах, которые применяют к отстраненному генпрокурору. Нам нужна ясность в процессах, которые сейчас происходят в Генеральной прокуратуре и в действиях, предпринимаемых прокурорами. Доверие граждан к этому учреждению зависит и от эффективности его работы, и от корректности и прозрачности его процедур, говорится в сообщении Майя Санду. Утаивание любой информации и совершение любых злоупотреблений недопустимо, подытожила глава государства.